Время новостей Быстрый тест. Наличие или отсутствие в организме коронавирусной инфекции теперь можно определить за 7 часов. Я хочу, чтобы жили лебеди, и рыба, и раки. В области идет акция «Чистые водоемы». Ракет в помощь. В разных регионах страны благотворительный фонд дарит нуждающимся жилье. Во всеоружии шесть специальных анализ приборов для обновенного обнаружения COVID-19 появились в Алматинской области. Техника способна выявить болезнь всего за каких-то 7 часов. Одну из них установили на базе имбекш-казахской многопрофильной районной больницы. Появление ПЦР-лаборатории стало возможным благодаря поручению главы региона Аманды Кабаталова. Подробности в сюжете. ПЦР-лаборатория – универсальное средство в борьбе с коронавирусом. Американская техника обошлась в 53 миллиона тенге. На сегодня, по мнению специалистов, это самый точный прибор. Полимеразная цепная реакция, то есть ПЦР – высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания, как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как заболевание может себя проявить. Если раньше нам в зависимости от организма каждого человека приходилось ждать результаты анализов от 10 до 14 дней, то теперь это делается всего за каких-то 7 часов. Ежедневно Инбекши-Казахскую районную больницу посещают до 500 человек. Всех пришедших первым делом отправляют в лабораторию. Дав необходимые анализы, они могут посетить нужного им специалиста. По словам врачей, провериться на коронавирус могут не только жители Инбекши-Казахского района, но и весь южный регион ЖТСУ. В чём плюсы этой лаборатории? Во-первых, это скорость выявления и качество. К тому же местному населению больше не надо ездить в Талдыкурган или Алматы. Такая техника теперь есть и у нас. В открытии современной ПЦР-лаборатории нам оказали поддержку общественный фонд «ПРГМС-ЖТСУ». Со стороны клиники были приняты все необходимые подготовительные меры. Подготовлены специалисты для работы в лаборатории. ПЦР-лаборатория размещена на первом этаже бактериологической лаборатории в отдельном блоке помещения. Имеет два отдельных входа для персонала и для приёма биологических материалов. Добавим. Всего у руководства Малматинской области закуплено шесть лабораторных анализаторов. Они установлены в Инбекши-Казахском и Карасайском районах, а также в городе Талдыкурган. По словам специалистов, ПЦР-лаборатории станут хорошим союзником в борьбе с COVID-19. Дамир Анитов, Курманджан Касымжанулы, Аманжол Жонкешев, Телеканал ЖТСУ. Спрос рождает идеи. В Текили запустили цех по производству трёхслойных масок. В день там будут шить около 20 тысяч медицинских изделий. Уже скоро столь востребованный товар поступит в медицинские учреждения и аптеки Моногорода. Более подробно расскажет Анар Магельдинов. В период пандемии открытие нового объекта для текилийцев как никогда кстати. С запуском цеха 50 жителей Моногорода обрели работу. В скором будущем руководство объекта намерено увеличить количество штатных единиц и довести его до 70 сотрудников. До открытия цеха я сидела дома. Умела шить, но не было оборудования. Узнав о наборе, пришла сюда. Работа не пыльная, мне нравится. Условия здесь хорошие. Для работников цеха предусмотрена развозка. Также предоставляется бесплатный обед. Работы хорошие, мне нравится. Ну сколько наработаешь, столько и получишь. А рабочий день с 8 до 6. За пошив одной маски швея получает 20 тенге. В среднем за день каждая работница изготавливает от 300 до 500 медицинских изделий. В целом в месяц учредители цеха ТО «Техноавиагрупп» планируют выпускать более 500 тысяч масок. Чтобы реализовать задуманное, руководство объекта обеспечило сотрудников новейшим оборудованием. Производственные швейные машинки, высокоскороценные, фирма «Джак-1». Это китайские машинки. Они номер один считаются среди швейного производства «Джесс». Материал приходит с России. Спанбонд материал, нити, резинки. Все с России поставляют. Срехвата. Кроме масок на следующий день начинаем шить халаты, комбинезоны. Большой объем очень поступил. В дальнейшем будем шить спецодежду. Я хотел поблагодарить руководство «Техноавиагрупп». Они именно открыли в городе Текеле. Это новые рабочие места. Это налогообложение. В общем, я думаю, очень хорошо. И потом, и продукции сейчас очень востребованы. Значит, в аптеках сейчас, на многих сейчас отсутствует, либо очень дорого. Они по себестоимости, у них вместе с НДС где-то 80 тенге выходят. Если по аптекам разослать, они свои вот эти добавляют. И где-то в пределах 100 тенге будут продавать маски. Напомним, на сегодняшний день ТО «Техноавиагрупп» запустило два цеха – Текеле и Талдыкургане. В конце этой недели предприниматели совместно с общественным объединением «Алпомыс» планируют открыть третий объект. Расположится он в областном центре. По словам учредителей, трудиться в цехе будут исключительно родители детей-инвалидов. В общей сложности три цеха в месяц будут производить до полутора миллиона медицинских масок. Очередная крупная партия наркотиков была изъята полицейскими в Талдыкургане. В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель города, у которого при обыске изъято более 12 килограммов наркотиков растительного происхождения. 45-летний мужчина в оперативной разработке находился в течение нескольких дней. Его задержали борцы с наркобизнесом и при личном досмотре обнаружили подозрительные свертки. Уже далее при обыске в доме было изъято 3,5 килограмма марихуаны. На этом сюрпризы не закончились. В гараже у задержанного стражи порядка нашли еще 9 килограммов гашиша, который подозреваемый хранил явно не для личного потребления. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Все найденные вещества изъяты, приобщены к делу и направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296, части 2 и 4. Это хранение наркотического средства в особо крупном размере. Подозреваемый во дворе он в изолятор временного содержания. Четыре человека погибли в результате жуткого ДТП под Алматы. Скончались оба водителя и два пассажира. 19 мая около 19.30 на трассе у въезда в город Исык произошло лобовое столкновение Chevrolet Cruze и Дауа-Равон. По предварительной информации водитель Chevrolet ехал из Алматы. На въезде в Исык ему в лоб выехал другой водитель. От сильного удара оба автомобиля развернуло и отбросило на обочину. В результате ДТП на месте скончался водитель Дауа и двое его пассажиров. Тело одного из пассажиров, зажатое в авто, извлекли сотрудники ЧАЭС. На въездах в Алматы снова образовались километровые дорожные пробки. Пытаясь поскорее попасть в город, некоторые водители грубо нарушают правила дорожного движения. Напомню, с 11 мая въезжать и выезжать в мегаполис разрешено работникам, проживающим близ Алматы, при условии нахождения в специальной базе данных. Для исправления сложившейся ситуации полицейские были вынуждены усилить контроль на блокпостах, сообщает закон КИЗ. Как сообщили в ведомстве, ситуация на въездах в город и выездах из него постоянно мониторится и анализируется. А для борьбы с водителями-нарушителями на блокпостах уже выставлены дополнительные наряды полиции, которые принимают в отношении них предусмотренные закономеры. В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы. По информации столичного Акимата, с 11 мая текущего года в столице горожанам при соблюдении строгих санитарных норм разрешено посещение парков, площадей и скверов. Следовательно, на территории вышеперечисленных мест проводятся работы по дезинфекции. Необходимая процедура проделана в ботаническом саду, в парках Жеруех и Ахжаех. Несмотря на то, что режим ЧП завершен, риски заразиться вирусом все еще сохраняются. Град нанес миллионы убытки фермерам Туркестанской области. В основном пострадали урожаи хлопка и дыни. В сельском округе Козлуком пострадали земли 14 фермеров. У всех разный ущерб. От града сильно пострадали и фруктовые деревья. Пока есть возможность сохранить их с помощью витаминов. Поэтому фермеры торопят чиновников, чтобы скорее спасти хоть что-то. Местные представители власти узнают о проблеме крестьян. Каждый год то град, то ураган, то проливные дожди. С такой погодой денег на всех крестьян не хватит, говорят в Акимате. Чистые пруды. На период нерестой рыбы в области усилена работа в рамках акции «Чистые водоемы». Наш корреспондент Назгуль Бошан вышла в рейд с представителями Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и приняла участие в спасении обитателей водоемов. В очередной раз инспекторы выловили и уничтожили несколько километров мелкоячейстых сетей, расставленных браконьерами. На озерах Анбахты и Кельте Каратальского района вернулись стаи уток и лебеди. И это неспроста. Созданное озерно-товарное хозяйство призвано восстановить местный экобаланс. Потому здешние егеря следят за акваторией постоянно. Хотя территория довольно обширная, порядка 400 гектаров, с протоками и камышовыми зарослями, что в некоторой степени на руку браконьерам. Вот и вперед нереста. Охрана усилена, однако сети кто-то уже успел закинуть. Главный враг обитателей водной стихии – мелкая ячейка капроновых пут. В ней погибают даже мальки. Выбирая лишь крупную рыбу, незадачливые пользователи дешёвую сеть просто бросают обратно в воду. Это-то и есть погибель. Гниющая в воде мёртвая плоть отпугивает нерестящуюся рыбу в радиусе на километр. Зачастую это приводит к тому, что икру рыба мечет на мелководье. А когда вода отходит, вылупившиеся мальки оказываются изолированы от большой воды. При подъёме воды, маточное поголовье, которое производит естественное нерестилище, рыба выходит и метает икру на водоёмах отшнурованных. Они получаются отшнурованные, и эта молоть ежегодно гибнет. А мы делаем отлов отшнурованных этих водоёмов, делаем тотальный отлов мелкоячейстыми бреднями, садками, садками. Всё отлавливаем, вычерпываем и по мере возможности мы это всё зарубляем, все эти водоёмы. Эта акция инициирует Каратальская инспекция. Посадочный материал мы берём в Копчегайском НВХ, в Алакульском НВХ, которые производят непосредственно мальков. В данных этих водоёмах производится очень широкий ассортимент рыбы. Лечь, сазан, жерех, вобла, судак. Сазан в основном привилегивает сазан. В результате за последние несколько лет значительно выросла продуктивность таких естественных водоёмов. К примеру, только озеро Канбахте способно дать более 100 тонн рыбы в год. В период акции «Чистые водоёмы» следят природопользователи и инспекторы из-за чистотой береговой линии. Брошенные сети представляют угрозу и гнездящимся птицам. В них могут запутаться и погибнуть птенцы. Все найденные сети подлежат уничтожению. Инспекторам же необходимо патрулировать гораздо более обширную акваторию. Отделу Каратальской инспекции относятся реки Каратал, Липсы, Аксу, Айагос и вся северо-восточная часть озера Балхаш. Это ни много ни мало – порядка 50 тысяч квадратных километров. Самая отдалённая точка – село Каракум, на берегу озера. Некогда здесь был большой рыбоприёмный пункт, и рыбацкие артели отправляли тонны качественного продукта не только на внутренний рынок. Сейчас население около двух тысяч человек. Единственный вид дохода – по-прежнему рыболовство. Разъяснительная работа инспекторов и акция «Чистые водоёмы», которая проводится уже восьмой год, имеют существенный эффект. Местные и сами следят за чистотой и порядком. Хоть и существенно дороже, но приобретают лишь сети крупного сечения. А на период нереста рыбы – никакого промысла. Это время уборки и очистки береговой линии. Два хозяйства здесь – Каратал-Балак и Бахтпе-Каратал. В данный момент с ними ежемесячно, как наши инспекторы проезжают, мы эту работу постоянно проводим, часто. В этом году связано с карантином. Раньше как здесь школу привлекали, местный акимат. А в этом году у нас только здесь привлекаются. Рыбаки, активисты и волонтёры здесь помогают нам сейчас. Люди, потому что они сами заинтересованы. Каждый год они ведут водоём для их книжек, сколько они здесь проживают. Они активно помогают участвовать здесь сами. Здесь ещё жить нашим потомкам и продолжать дело отцов, говорят местные рыбаки. И формирование их сознания, как и работа по зарыблению – большой задел на будущее. Насгульбошан Молин, Несипеков, Ержан Дюсен, телеканал ЖТСУ. Благотворительный фонд «Харикет» исполнил давнюю мечту о собственном жиле многодетной семьи в Искельдинском районе. Насобранные народом деньги и приобрели дом в селе Караблак. И это было своевременно. Семью собирались выселять из съёмного жилья. Ещё несколько дней семья Хуанбека-Слубекова по воле случая пришлось бы жить на улице. Хозяин собирался продавать дом. На улице оказались бы и супруга, и шестеро детей, причём один из них с инвалидностью. О собственном жиле семья могла только мечтать. Заработанных денег хватало только на одежду и питание детей. Поэтому о накоплении средств на просторное жильё думать не приходилось. Скитались по съёмным домам и квартирам. В этот день благотворительный фонд «Харикет» осчастливил семью, решил наболевший жилищный вопрос. Сегодня в Алматинской области, если так сказать, большой праздник, большое счастье. Одному многодетному семью, где воспитывается шестеро детей, один из них инвалид. Поэтому вот именно нуждающей семье было сегодня передано ключ от благотворительного фонда «Харикет». Именно в месяц Рамазан «Харикет» организовал проект «30 домов, 30 дней». На фоне этого проекта в Талткургане 9 мая вручили один дом, второй дом мы вручаем 20 мая. Новый дом – просторный. Большой зал, кухня, три спальные комнаты. Есть и приусадебный участок. Его нашли специально для большой семьи. Еще вчера она жила в аредной тесной временке, а теперь у них есть свой уютный дом. Мы стали в очередь на жилье еще пять лет назад и до сих пор стоим. Все это время жили в съемных домах и квартирах. Искали то, что подешевле. Сам я разнорабочий, а супруга следит за детьми. Сегодня фонд «Харикет», можно сказать, исполнил нашу мечту. Хочется поблагодарить всех казахстанцев и волонтеров, которые обратили на нас внимание. Спасибо большое. И эта акция неодноразовая. Благотворительный фонд «Харикет» намерен до конца месяца подарить еще 10 домов. Каждый день по одному жилищу по всему Казахстану в священный месяц Рамазан. К слову, за три года работы, благодаря средствам, что собрали неравнодушные простые жители страны, обеспечили жильем десятки семей по всей стране. Фонд помогает сиротам, малоимущим, инвалидам, тем, кто остро нуждается в заветных квадратных метрах. По меньшей мере, семь человек погибли, еще 40 получили ранения в результате подрыва автомобиля, управляемого смертником и последовавшей затем перестрелки в афганской провинции Газни. Целью нападения, ответственность за которое взяло на себя движение «Талибан», была база военной разведки. Накануне президент Афганистана Ашраф Гани согласился с тем, чтобы его главный политический соперник Абдула Абдула занял второй по значимости пост в государстве, став председателем Высшего совета по национальному примирению. Сторонники Абдулы получат несколько министерских портфелей. В осенью прошлого года бывший премьер-министр Абдула не признавал результаты президентских выборов, на которых по официальным данным победил Гани, что спровоцировало политический кризис. Искусство становится вновь доступным не только в интернете. После двухмесячного карантина итальянские музеи начинают один за другим открывать свои двери для посетителей. Соработала известнейшая римская галерея Боргезе. Открылись и капиталистские музеи, старейшие в мире, начало которым положил Папа Сикс IV в XV веке. Остается закрытым римский форум, прогуляться по нему пока не удастся. Его открытие, как и многих других достопримечательностей и музеев Италии, планируется не раньше 2 июня. В этот день Аппенины смогут посетить и иностранные туристы. А сицилийские археологические раскопки можно будет посетить еще раньше. Доступ к ним будет разрешен 25 мая. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе легендарным Майк Тайсон договорился о проведении поединка. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Его соперником должен стать Шенен Брикс, который также был чемпионом мира в этой же весовой категории. По словам Брикса, они недавно разговаривали с Тайсоном и все идет к тому, что состоится официальный бой. Дату поединка и место встречи боксер не уточнал. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин